Теперь, что такое путь? Дизайн сетки, он устанавливает пути, по которым энергия течет через сетку, направляя эту энергию от камня фокуса через камни пути к камням желания. То есть, в центре у нас камень фокуса, дальше тут камни пути и в конце камни желания. Путь – это путешествие к желанию, которое мы ищем. Путь – это энергетический канал, использующий сакральную геометрию для выравнивания, передачи и направления нашей энергии для достижения наших желаний. Путь следует энергетическим линиям внутри сетки, он соединяет камни с узорами жизни. Можно получить большую синергию, когда путь выравнен с энергетическими матрицами кристаллов на нем. Тогда возникающая энергетическая система обладает огромной силой, универсальная жизненная сила собирается, тогда фокусируется, эффективно усиливается в хорошо спроектированной сетке, с путями, которые направляют нашу энергию. Путь задается дизайном сетки, конструкции сеток выбираются так, чтобы обеспечить энергетический путь, соответствующий целям кристаллической решетки сетки нашей. Мы используем вот круг, когда наш путь лежит к цели защиты. Мы используем семя жизни, чтобы найти путь к гармонии и равновесию, искренности и истинности. Весикописцес открывает путь к общей основе и так далее. Кольца Баромео открывают нам путь к семье, обществу и друзьям в гармонии. Это дизайн, который приносит нам энергетические пути, соединения и интеграции разного вида. Это вот такие вот трикветры, треноги, которые помогут нам найти баланс между энергией, которой мы обладаем и требованиями, которые мы предъявляем к себе, умеряя наши желания, нашими возможностями. Квадраты используются, чтобы обеспечить пути для борьбы со стрессом, новых начинаний и концов. Они помогают нам изменить направление, но оставаться в равновесии. Пути на кристаллических сетках по сути такие же, как и силовые линии на Земле. Как и силовые линии, пути соединяют точки энергии и направляют поток энергии. Иногда пути легко увидеть на сетке. В других конструкциях соединение одного камня с другими не является частью основной сетки. И при размещении камней используйте просто свою интуицию. Она скажет, где на этой сетке находятся настоящие пути. Ну, интуиция это такой общий подход. Более грамотно обратиться к трансовому погружению. И уже через погружение в транс вывести, где эти пути находятся. Далее пройдемся по прикладным моментам. Это визуальная сторона. Здесь уже кроме нашего дизайна, наших силовых линий, будем говорить о том, что цветовой момент может играть дополнительную роль. Фон может играть роль. Фон для крепкого здоровья, активной деятельности, которой мы наслаждаемся. Здесь, кстати, прекрасно открывается ниша для бизнеса. Можно делать свои ламинированные шаблоны сеток. Продавать целые наборчики. То есть рисовать, сделать свои сетки, заламинировать и продавать сразу, например, набор ламинированных сеток. И к ним камушки для раскладывания с инструкцией. И уже можно на этом построить целый бизнес. Поэтому можно дополнять к линиям наш задний фон. Самые очевидные вещи. То есть сетки для денег. Мы там приукрашиваем деньгами. Мы какие-то символы денег используем. Дальше учитывать цвета, которые мы добавляя цвета. Усиливаем энергию нашей сетки, которые дополняют наши камушки. Конечно, потенциалы бесконечные. Все основывается на согласовании цвета, узора, кристаллов, цели. И таким успехом можно улучшить любую схему, которая изначально будет создана. Далее. Это аффирмации. Мы добавляем утверждение о желаемом состоянии. Поэтому, если это какая-то сетка для удачной сдачи экзаменов, то это утверждающие аффирмации, что сегодня я получил пятерку. Поэтому это подтверждает результат усилий, для которых была построена сетка. Элементы все можно комбинировать. Поэтому, если мы делаем сетку, которая для улучшения работы, карьеры, то, опять же, она может построена быть на изображении символов денег, цвета, которые дополняют камни желания, и картинка с надписью «Я получил работу» или там какое-то выгодное, приемлемое изображение, отражающее нашу вот эту вот цель. Далее. Фотографии. Это отличный фон для наших сеток. Помогают нам визуализировать наши цели, привести мысли в соответствие. Поэтому мы собираем эту энергию, которая протекает через наши сетки, помогаем ей фокусироваться, может быть, дополняя это какими-то образами, фотографиями. Поэтому любая потребность, для которой мы строим сетку, может у нас иметь визуальный эффект, визуальное сопровождение, фотографию любимого человека, место, куда хотите отправиться, желаемый результат. Конечно же, 100% можно дополнить это нашим медитативным магическим рисунком, правильно прорисовав и дополнив это еще и сетками. Поэтому если нет возможности найти подходящее изображение среди фотографий, почему бы нет, можно воспользоваться изображениями в интернете. Поэтому надо быть изобретательным, правильного визуального образа нету, есть те, которые будут что-то значить для вас. Можем сделать даже мозаику, какой-то монтаж, несколько фотографий соединить на одно изображение, распечатать и так далее. Поэтому все по нашему нашему усмотрению. Это основные такие инструменты, которые используются. Конечно же, символы. Ну, опять же, куда же без них. То есть, если мы еще и кристаллическую сетку, символы у нас, это мощные архетипы, тут целая отдельная киновселенная. Помогают нам усваивать энергии, они уже как бы утверждены, соединяют с нужными энергиями, с нужными мыслями, чувствами. Это важный элемент. Они могут принести новые энергетические пути в нашу жизнь. И подбор символов это целое отдельное искусство. Даже на нем не будем фокусироваться. Хотя символы имеют универсальное значение, многие из них зависят от культуры и опыта. Поэтому опять же, тот же самый знак доллара, он может там, где циркулирует валюта США, он может иметь хорошие какие-то результаты, но может вообще не иметь никаких результатов, там, где эта валюта даже физически реально, вот как у нас, постепенно как-то вытесняется и на ментальном уровне ее выдавливают. Поэтому символы использовать надо в первую очередь, которые понятны и имеют для вас значение. Но опять же, надо учитывать, что смотря для кого вы строите сетку, что символ весов правосудия может для адвоката и вора означать разные вещи. Они наши сетки усиливают, обладают огромной силой передавать смысл, усиливать принадлежность, усиливать идеалы, убеждения. То есть обручальное кольцо у нас мощный символ любви. символ братства и женское общество может означать принадлежность и дружбу. Школьный герб может вызывать чувство гордости достижений. Символы церкви, каких-то организаций, клубов могут вызывать чувство товарищества. Поэтому надо использовать символы, которые имеют значение, вызывают желания, для которых строится сетка. они вызывают реальный резонанс. Мы не используем символы, которым попросту равнодушны. им.